Чтобы героев знали в лицо, в Первоуральске увековечили память первого почетного гражданина города, орденоносца Ивана Иловских. На доме, где он жил в 70-е годы, установили мемориальную доску. Строгий и сдержанный взгляд, грудь в орденах. Теперь память об Иване Иловских, первом почетном гражданине города и орденоносце, увековечена. На доме, где жил Иван Семенович, появилась мемориальная доска. Это значимое событие для нас, не только для нас, а вообще для нас, для всех, для поколений, для детей. Иван Семенович Иловских внес огромный вклад в развитие трубного производства страны. В 1920 году участвовал в протяжке первой стальной трубы на Васильевско-Шайтанском заводе. Имел ордена Ленина и трудового красного знамени. Установить мемориальную доску героя труда, полному георгиевскому кавалеру, решил Совет ветеранов. Поддержал инициативу депутат Госдумы Зелимхан Муцуев. Мы не имеем права забывать свою историю, людей, кто свершили нашу историю. А наша молодежь должна знать, какие люди жили в нашем городе. Огромное спасибо Зелимхану Аликовичу, потому что они приняли огромное участие. Он, видимо, какой-то человек, который за все переживает, очень даже неравнодушный к нашему городу и таким событиям. Зелимхан Муцуев считает своим долгом поддерживать людей, преданных своему отечеству и государству. Так, жительница Дегтярска Наталья Подъявилова и депутат Госдумы помог получить медаль за заслуги от Министерства обороны России. Женщина много лет помогает комитету солдатских матерей. Написала и выпустила книгу в память о погибших солдатах своего города. Мы написали письмо представлению Министерства обороны Российской Федерации. Они не только нас поддержали, а всегда и сказали спасибо за такую инициативу. Уже много лет Зелимхан Муцуев поддерживает инициативы по увековечиванию памяти героев. При его содействии установлено 30 памятников героям войны. В поселках Кузино, Новоуткинске и других. Кроме того, при поддержке депутата издано 6 книг памяти. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба Народных Новостей.